Итак, дорогие друзья, мы с вами сейчас проходим концепции JavaScript. В данном случае основная концепция, с которой следует начинать JavaScript, это разделение области видимости и контекста. Для ее понимания мы с вами уже прошли 19 уроков и подошли к тому уже к самому концу, то есть рассмотрели очень подробно. Обращаю ваше внимание, что сама концепция это и есть написание и понимание JavaScript, то есть нельзя JavaScript изучать, допустим, как Python. Почему? Потому что Python имеет на все случаи жизни исключения, он вас предупредит, я дальше не пойду и выдаст исключения, в народе называемая ошибкой. А JavaScript исключений не всегда выдает, так как JavaScript работает и в браузерах, Поэтому по умолчанию в большинстве функций определяется, то есть вывод не исключения, а undefined, то есть не определено. Без ZIS нам нечего делать в классах, для того, чтобы мы подошли к тому моменту, когда надо подвести итог с функциями. Я не буду делать с самого начала, я рассчитываю, что люди посмотрели уже часть уроков, мы просто подведем итог функций, то есть как их можно вызывать. Так как при использовании ZIS здесь имеет значение, именно каким образом вызвана функция. Для этого давайте основные функции, которые мы будем писать, мы их подытожим. Какие бывают в JavaScript. Вначале мы с вами познакомились очень подробно, когда начинали функции трех языков. Python, Kotlin и JavaScript. А сейчас подошли к тому моменту, когда надо немножко разобраться, подытожить. Итак, в JavaScript можно написать обычную функцию. Ключевое слово function. Дальше. Будет у нас так. Fun, Fun1. Дальше идут параметры. Дальше идёт тело функции. Мы возьмём два параметра. UserName и Agia. То есть имя и возраст. И вернём. Вернём. Пусть будет следующее. Име этого человека. И используем наш параметр. UserName. Плюс. Его возраст. И вот используем. Всё это мы с вами изучали. Давайте мы повторим сейчас важную вещь, как я вас учил, что должно происходить с функциями на автомате. Первое. Первое. Ой-ой-ой. Считывание функции. И её параметры. Во всех языках. Второе. Вызов функции. Третье. Исключение. При неправильном вызове. То есть это всё должно предваряться. Все эти вещи должны происходить на автомате. Надо работать с функциями до тех пор, пока эти вещи не будут происходить на автомате. Иными словами, мы не должны задумываться, когда мы пишем функцию или читаем другую функцию. Мы не должны задумываться о том, что это, независимо от языка. В данном случае у нас Python, Kotlin, GC. Мы сейчас рассматриваем функции JavaScript. При этом я всегда рекомендую прописывать функции, в функциях, именно комментировать. Например, так. В данном случае наша функция принимает два аргумента в качестве входных параметров. Ребят, очень важно всё это дело прописывать. Потому что если вы не будете прописывать и проговаривать, ничего не будет. Вы не будете развиваться. Почему? Вот этот момент я вроде бы понимаю, и мне достаточно сказать, как собака, не могу. Это плохой момент. Код постоянно будет усложняться. И вы вроде понимаете, вроде понимаете, проходит там год, и на самом деле, что мы имеем на выходе через год? Код понимаем, писать не можем. Дальше. Задать вопрос, поиск, тоже не можем, потому что не можем толком сформулировать. Дальше. Работать с функцией и думать с функцией не можем, так как у нас не наработаны ключевые моменты. По сути дела, всё зарублено. На сайте школы я обращаю внимание на важный момент. Сейчас пойдём дальше. Python OOP – система отработки кода. Есть разработка Py. Да, эта система отработки кода подходит к любому языку. По сути дела, она и включает, в том числе, и этот пункт, и другие. И задача новичка, кроме изучения языка, это наработать свою систему отработки кода. Систему работы с кодом, можно сказать. По сути дела, в любом случае, система работы с кодом у вас есть. Например, а это потом, а это вроде понятно, ну, это мне сейчас не нужно, но код работы – это хорошо. Это и есть ваша система работы с кодом. Она точно вас приведёт к результату, что код понимаю, писать не могу. Это плохо, ребята. Что хорошо? Хорошо то, что надо работать с функциями. Я не раз показывал. Открываем любые программы, открываем, ну, вот я люблю показывать Расселла Кейтамаги, проекты. Один из ведущих разработчиков Жанга, который компетентен в любой части Жанга. Но у него есть свой проект. Мы возьмём Тога. Язык не важен, просто сейчас не ищу. Можно взять любую библиотеку под GC, конечно. И мы смотрим. СРС, вот тут, допустим, ядро. Так, вот Тога. И смотрим там, например, Windows, я сейчас показываю. Да, если мы посмотрим, вот здесь методы, да, методы – это те же функции. Но весь код состоит либо из функций, либо из методов в классах. То есть, по сути дела, изучая функции, мы изучаем, учимся писать сразу. Сейчас я покажу ещё один пример, отвлекусь от JavaScript, перейду к Python. Вы увидите, насколько картина удручающая на самом деле. Ну, я не буду новую писать. Вот то, что здесь есть, то и сделаю. Так, мы сейчас запустим. И должны получить исключение. Это функция Python. Да, мы написали. Ключевое слово здесь – Dev. Дальше то же самое, что и в JavaScript название, и параметры, да, дальше идут. Мы видим, опять же, возвращаемся назад, копируем вот эти три вещи, как я учил вас в школе. И понимаем, что должно происходить при изучении функций. Итак, считывание функций и её параметры. Я только бросил взгляд, мне понятно. Два позиционных параметра, один по умолчанию. Всё, я знаю. Как вызывать? Я тоже знаю. Дальше я пишу логику, но как вызывать? Я чётко понимаю, что мне нужно указать два обязательных параметра. Я их не указал специально и получаю исключение. Типы R, Mishing 2, Recuse, позиционный аргумент, A и B, отсутствуют обязательно позиционные аргументы. Значит, на главной странице я написал стратегию школы, да, почему в школе именно работаем так. spb-tut.ru, начиная с функций. И указал именно и этот момент. На самом деле, цель обучения сейчас, изучение с функций. Введём этот код. Просто вот это исключение. Введём. И мы увидим, ребята, сколько. Мы увидим десятки страниц. Это все люди, которые в принципе, в принципе, на функции пропустили. Это очень плохо. Задаем, ребята, если вы из таких задавайте себе вопрос, что вы вообще делаете в программировании? То есть, что вы делаете? Знаете, что получается? Получается следующее. Вы пришли водить автомобиль учиться, да. И я вам говорю, ну, открой капот дальше, там, открой дверь, протри фары. А когда я буду рулить? Так нахрен тебе рулить? Ты не собираешься рулить? А здесь вы собираетесь код писать? Откуда это исключение? Из чего состоят программы? Из функций, класса, из методов? А чему вы учитесь тогда в программировании? Вот ответьте себе на вопрос, чему вы учитесь? Какого черта вот эти исключения? Их не должно быть. Что вы собираетесь, функция, функция, что вы собираетесь делать дальше? Дальше проходить, а потом я скажу, что будет. Дальше вы будете искать, почему у меня не получается. Я вроде код понимаю, а писать нифига не получается. Так вопрос, вас винить не надо. Да вам просто не сказали, что есть в языке вещи, на которые надо обращать особое внимание. Эти вещи называются базовыми. Например, это очень легко понять. Я много лет просто даю язык. Вот функция Python имеет ключевое слово, название, скобки для параметров. Если мы смотрим, здесь все то же самое. Это и есть базовая вещь. Да, по разным реализованы параметры. Но вопрос. По разным реализованы просто, но они одни и те же. Поэтому какая мне разница писать на Python, на Kotlin, на любом языке? Что делает новичок? Он берется на язык и начинает язык включать. Я второй. И знаете, врет, как обычно. Ну, спрашиваю человека, ну, там, сколько языков знаешь? Ну, я знаю, там, один, еще один немного. Ну, второй, конечно, не сразу. И думаю, вот стоит и пиздит, да? А я сразу. Подождите, какая разница, если ты понимаешь принцип функции? Функция не относится к языку. Функция относится к программированию. В целом. Если я понимаю работу функций, то какая разница язык? Синтексис? Ну, и черт с ним. Синтексис – это пару минут времени. Не обманывайте себя, ребята. Кто дошел вот такое, ищет такие вот исключения, да? Вы просто-напросто проскочили функции. С чего надо было начать? Я своим ребятам в школе рекомендую. Начинаем с функции. Отрабатываем вот по этим правилам. Тогда все будет окей. Этих исключений просто не должно быть. Вы должны, вы можете допустить это исключение, если на что-то отвлеклись. Но сразу, вы понимаете четко, я не указал обязательный аргумент. Все, исправляете моментально, да? То есть, но лезть в поисковик и говорит, ой, а у меня ошибка, я не знаю, почему работает, что вопрос. А что ты изучаешь? Вот задай себе вопрос, человечище. Что ты изучаешь? Ты дуришь себе голову и занимаешься ерундой. Ты не занимаешься программированием. Чтобы заниматься программированием, по крайней мере, надо представлять, что учить, на что обращать внимание. Ведь вы поймите, любой язык документации, она раздута. Запомните одно простое правило. Вы идете на огород. Что вы делаете? Допустим, вы решили сделать грядки. Вы копаете экскаватором, вы копаете мотыгой, вы копаете лопатой. Большой, малый, саперный. Вы всем этим копаете? Нет, у вас есть любимая лопата. Так все то же самое в языке, как в жизни. То есть, вы берете какие-то функции, которые вам привычно писать, они вам нравятся, и пишете. Вы берете какие-то части языка. Тогда у меня к вам вопрос. Вы хотите учить водиться автомобиль. Что надо делать? Правильно, вы сразу ответили. Надо брать и крутить руль. Ума не надо. Не надо знать двигатель, не надо знать, сколько давления в шинах. Не надо знать, сколько масла должно быть залито. Если, говорится, не цепляемся к словам, если водить. Надо брать и крутить руль. Вопрос. Вы что делаете? Вот задайте себе вопрос, не мне. Вы что делаете? Почему такие исключения вы ищете? Вы не учитесь программировать, ребята. Вы себе дурите голову. Вы стоите на месте. Вы что сделали? Вы все время это делали себе колесо. А теперь добросовестно в нем крутим. Ножками перебираем, стоим на месте. И стоим и чешем голову. Желательно открывать рот, да? Вверх смотреть. Папа, а чего? Люди, когда смотрят вверх, открывают рот. Они что, дурные? Папа открывает рот, говорит, не знаю. Ребята, запомните одно простое правило. Если вы просто решили, что изучить язык, вот я взял уроки, проделал и буду. Да хрен вы его выучите. Не выучите. Если вы считаете, что вы нашли ответ на какое-то исключение и не осознали его, вы его не выучите. Вы просто будете, ваша задача, у вас остается одно единственное. Это искать шаблонные ответы и создавать себе вопрос, когда же я начну писать код. Никогда, пока не начнете делать определенным образом. Делайте, что говорит Бавсуновский. И просто тупо молчим, слушаем. И тогда будете писать. Так вот, смотрите. Говорю, что надо начинать язык с функции. Это здесь мы сейчас, GC я показываю, что мы подводим пример. Но начинали мы с функции. С функции мы начинаем по одной простой программе. Не надо много ума, не надо 5 высших образований, ни хрена не надо. Для того, чтобы выучить языке функцию, надо просто взять и разобрать. Там нету ничего лишнего. И начать с нее писать. Это и есть написание кода. Потом, все, что есть в языке, можно встроить в функцию. Потому что так это и происходит в жизни. Но надо брать и крутить руль. Сейчас, а не потом. Что вы сделали? Я скажу, что вы сделали. Как я когда-то сделал. Вы начали с типов данных, при этом изучали типы данных. Какой вопрос все давали? А нафига мне это нужно? Я толком не понимаю, я все уже забыл. Потом проходили все разное. Нам пока делали уроки, вам было понятно. Когда проделали, прошли сутки, вам уже ничего не понятно. Вы все забыли. А что дальше? Дальше вы дошли до функции. Прошли их, вроде бы, понятно. Идете дальше. Вы уже, наверное, классы изучаете. Да, я скажу даже, с чего вы начали. Вы начали с наследования. А потом что начало происходить? А потом начало происходить следующее. У вас вдруг начались под ногами путаться какие-то иниты, какие-то сельфы. И вы толком не понимаете, что это такое. Так может, ребята, стоит задуматься, что есть люди, которые уже поперек и вдоль переходили язык. И вот именно поэтому я отказался от традиционного подхода. Начиная с типов данных, так устроены справочники. Они удобны. Но обучение так неправильно. Ладно, поехали. Смотрим. Вернемся к Python, пойдем дальше. Делаем, подытоживаем. Подытоживаем. На главной странице я сказал, написал. Итак, мы начали с функций. У нас должно происходить три вещи. Для этого надо писать хотя бы 200-400 строк кода, согласно системе, которую я дал. Системе работы с кодом. На сайте есть, да, в разделе JavaScript. В разделе разработка на Python. Первая вещь. Считывание функций. Если вы даже на секунду задумывались и не ответили вопрос просто со взгляда, что у вас в круглых скобках, то, ребята, продолжаем заниматься. Вот я давал примеры, просто делать, делать, делать. Пишем, пишем, пишем. Разбираем. Это нельзя понимать наполовину. Это нельзя понимать так, что якобы что-то представлять. Это надо четко знать. Это база. Потому что этим мы будем думать. Потому что, когда будем читать документацию по Django, мы будем в документации видеть следующее. Примерно там какой-то параметр идет. Дальше идет, допустим, request. Дальше идет ID, APK, например, да, и так далее. И мы считаем, читаем, мы считаем обязательно позиционный аргумент. Дальше идет ПК. Мы себе понимаем это ID записи. То есть мы понимаем, что мы можем его делать. И там будет написано ПК ноны. То есть и так далее. То есть мы начинаем соображать этими параметрами. Вторая вещь, которая должна происходить на 100%, это вызов функции. То есть, по сути дела, для меня не должно быть никаких вещей. Я когда считал, у меня сразу, я четко понимаю, мне надо передать два обязательных позиционных аргумента. Моя функция принимает два входных, мои параметры функции принимают два входных оппозиционных аргумента. Ой, неправильно сказал, разозлился. Третий не обязательно, если я его не укажу, то так как есть умолчание, он и так будет. Поэтому давайте я попробую указать один параметр. При этом, ну пусть это будет строка. Все. Я запускаю программу и четко понимаю, что поэтому считаем исключение. Вы должны избороздить и знать исключение. То есть, если вы нормально поработали с функциями, у кого кто-то такие ищет, мы видим TypeR, Emitting, RQ, один позиционный аргумент. Отсутствует один позиционный аргумент, и написано какой? Второй, B, все верно. Мы его не поставили, а он обязателен. И второй, все понятно. Я вам задаю, а вы себе задаете вопрос. Что здесь сложного, ребят? Язык надо изучать. Как? Знаете, сегодня на курсах что происходит? Меня же приглашают то составить план, то на курсы. Вы знаете, что я говорю? А у вас, как правило, вы хотите занять чем-то людей, а не научить. Ну, потому что, будем говорить так, там, за 2-3 месяца научить человека языку, это нереально. Второй момент. Можно что-то только высыпать там все это на голову, да? А учиться языку надо спокойно. И сейчас попробуем сделать и видим, да, что мы видим. Мы видим, что у нас сумма АБЦ, а мы ввели строки, правильно? Конечно, не будет работать. Это понятно. Поэтому я говорю вам, вы должны, сколько возможно, здесь 5. Вот здесь мы можем, давайте поправим сейчас. Здесь. Но у нас сейчас логика не важна. вот так сделаем. Тогда все понятно опять, да? То есть, все отработало. Ладно. Возвращаемся к JavaScript. То есть, и исключение. Все эти три вещи должны быть на автомате и в любых языках. Итак, наша функция принимает два аргумента в качестве входных параметров. В JavaScript нет позиционных или оименованные есть. Здесь нет позиционных, но на самом деле все параметры называются формальными, что ведет к беспределу JavaScript. Поэтому очень важно начать с языка Python. Здесь Python, Rubin, ну, такие языки, которые имеют классическую систему параметров. Чтобы у вас, по крайней мере, некая система была. Никто не говорит, что ее надо применять в JavaScript. Но, поверьте мне, когда вы изучите классическую систему, вы его так вот там не напишите. То есть, у вас именованный аргумент никогда не будет стоять. Просто вам будет это противно сделать. Это пишут кто люди. Кто назначил JavaScript? Ну, можно все, но можно все. На остальное можно насрать, в принципе. Это, если вы возьмете профессиональный код, да, какого-то, каких-то программистов, конечно, такого вы не увидите. Просто этот человек сказал бы так, а мне насрать на все принципы. Зачем мне какие-то системы? Я же могу делать все, что я хочу. Ну, фактически параметры ей добрые. Поэтому, ребят, поверьте мне, что не надо мне верить, вы проверьте, да. Когда у вас есть определенная система, как принято во многих языках, вы, по крайней мере, будете от нее отталкиваться. Никто, еще раз повторяю, не надо тянуть одну систему в другую. Но я показывал, что и так JavaScript, если так писать, то он работает немножко все там посложнее. Можно все делать проще. Итак, обычная функция. Вызов функции. Мы сразу знаем, нам без разницы язык, правильно? Вызываем нашу функцию. FunFun1. Мы можем ничего не вводить. Давайте попробуем. сделаем консоль и лог здесь. Что-то я не то написал там. Запускаем нашу функцию. И видим, да, исключения мы не получили, но и результата мы не получили. Мы получили Undefined, Undefined. Undefined, Undefined. Давайте попробуем ввести. И у нас все корректно отработало. То есть, в любом случае мы делаем вывод, какой вывод мы должны сделать в обычных функциях. Если мы не в объем параметры, то исключения не будет, так как я говорил, что JavaScript работает из браузера, нельзя, чтобы вложился браузер. Поэтому, по умолчанию, что делает JavaScript, подставляя значение Undefined, не определено. иными словами, программа не ложится, а вроде как отрабатывает. Но на самом деле ничего не отрабатывает, мы же результаты не получаем. Поэтому, когда мы вводим обязательные, то есть, формальные параметры, но сколько их, столько вводим, то результат мы получаем. мы с вами, я напомню, зачем сейчас подытожим функции, почему, потому что мы будем себе задавать вопрос, нам сейчас интересна концепция определения ZIS, да, то есть, в большинстве случаев написано конкретно, каким образом вызвана функция, чтобы ответить на вопрос, каким образом вызвана функция, да, так как без ZIS нам нечего делать в ООП, и это целая стратегия, почему, потому что когда мы будем далее смотреть, какому объекту принадлежит, какой объект вызывает, да, ZIS, то не понимая многих принципов, это трудно сделать. Ну, мы рассмотрели в уроках, на самом деле, много очень принципов, начиная с ЛЕС, замыкания, и так далее, и так далее, все, что нам требуется. Теперь мы подошли к функциям. Итак, обычная функция. Сейчас мы не будем по ZIS работать, сейчас мы просто-напросто работаем самим функциями. В следующем видео мы будем говорить далее о функциях, каким образом можно вызвать. Пока все. все. в следующем году. Продолжение следует...